24 серия на Минской правде и снова с вами я Роман Самуль. Сегодня поговорим, наверное, о том, как в Прибалтике, а точнее в Латвии, обстоят дела с детскими садами, школами, какая дальновидная политика латвийская в плане детей. Так вот, наверное, начнем с того, что сейчас катастрофически не хватает людей в сфере медицины, медсестер, тех людей, которые ухаживают за стариками. Нет нянечек в детских садах, нет учителей по профильным каким-то предметам в школах. Многие школы закрывают, и это вообще какая-то абсурдная ситуация, то, что творится там. Посмотрите, школы не могут укомплектовать, классы какие-то, закрывают сельские школы. Дети остаются без какой-либо поддержки со стороны государства, хотя бы там какой-то дотации на дорогу до центральных районов школ. И получается, что с такими зарплатами, конечно, как в деревнях, если вообще есть работа, начнем с этого, эти дети остаются без образования. Они не могут никак добраться. Знаете, в старое советское время когда-то там еще вот мы слышали в каких-то деревнях от наших предков, что ходили в школу пешком по 5 километров. Здесь даже и 5 километров не будет, здесь будет больше намного. И вот люди с унтажей, допустим, могут ехать учиться только в Огре. Но это же расстояние огромнейшее. Это еще как-то до станции надо дойти. Электричка стоит денег. Никто, я думаю, им не помогает с этими билетами. Государство вообще отказалось от какой-либо помощи своим гражданам Латвии. Но здесь есть такое противоречие, недавние новости, когда Латвия отдала автобусы, более 10 штук, на Украину, чтобы там могли граждан Украины по Киеву развозить, причем беря за это за билет, за проезд. То есть они продолжают как бы свою экономику подогревать, все бесплатное получать и на этом еще зарабатывать. А нашим детям даже не могут автобусы организовать. Это не бред. Тут явно прослеживается та дорога, чтобы оставить детей у нас без образования. Они не могут, просто физически не могут себе позволить учиться. А в любом нормальном государстве у каждого человека есть право на образование. А тут его просто лишают. Детские сады. Вы знаете, когда рождается ребенок в Латвии, родители обычно уже записываются в очередь на детский сад. И я даже знаю, что в этих очередях мамочки там перепродают свою очередь. Потому что иногда, чтобы где-то перекрыть свои долги, может быть, купить еды элементарные, еще что-то. Не все могут позволить себе детские сады. В квартирах, да, устраивают, открывают ИП, ставят там 8 кроваток таких двухэтажных, допустим. Детки учатся, естественно, там учителя, которые работают сами на себя, что-то преподают, учат детей развиваться, рисуют, занимаются. Домашнее задание, возможно, делают после школы. Такие есть тоже сады, где, допустим, если родители до вечера работают, хотя бы, чтобы можно было ребенка у кого-то оставить, вот они платят за это. Но это огромных денег стоит, и не каждый себе может позволить. Я обычно вот таких частных садиков видел очень крутые машины. Но таких может быть процентов 20 в Латвии, 30 максимум. Остальные живут за гранью бедности. За гранью выживания не всегда на хлеб хватает денег. Как вы думаете, в такой стране хочется рожать детей? Как вы думаете, вообще у граждан Латвии есть какой-то оптимизм и светлый взгляд на будущее? Я думаю, нету. То же самое и с медициной. Все медсестры уезжают в Германию работать. Выгоднее. Да, лучше они будут там убирать, извините меня, эти тазики из-под стариков, в каких-нибудь частных организациях работая, чем зарабатывать в Латгалии, допустим. Те самые, ну, минималку там, сколько сейчас? 520 или 620. На эти деньги прожить практически невозможно. Закрывают больницу. Точнее, хотят ее закрыть, но прежде чем закрыть, сначала урезают бюджет, сокращают людей, вплоть до того, что эта больница не будет иметь шансов выжить. Латгалия уже давно кричит, что там нужны дотации в определенной сумме. И где-то через неделю, через две правительство сообщает, что как раз в той сумме, которая требуется для нашего медицинского учреждения в Латгалии, точно такая же сумма в виде помощи уходит на Украину. Но не абсурдность. Абсурд. Люди это все видят. Молчат. Верят, что есть оппозиционные партии, которые за них заступятся. А эти оппозиционные партии просто создают только филиалы, где якобы создают видимость работы, к ним приходят граждане, они общаются, ну и что? А дальше это что-то пойдет? Учитывая их места в Сейме, ну навряд ли что-то они смогут продвинуть и как-то помочь народу. Это создано, я уже многократно об этом говорил, фейковая такая оппозиция, чтобы народ просто не вставал и не бунтовал. Люди доведены до такой нищеты, что хуже, наверное, уже некуда. Многие теряют уже квартиры свои только из-за того, что у них коммунальные долги. Долги растут. Молодежи и так уже нету. Даже не каждый молодой человек может помогать уже своей семье, находясь, будучи в Германии или в Ирландии, в любой другой европейской стране. Потому что цены везде растут. Вот Европа же вводит санкции, сама себе стреляя при этом в ногу. Цены там катастрофически поднимаются. Я помню один момент, когда русская пропаганда показывала, что европейцы скупают свечки. Я думал, это чушь собачья. Я как-то обратил внимание, зашел в магазин, действительно свеч нету. Ну там, ладно, не было простых свечек, я честно вам говорю, не было их. Но вот пахучая какая-нибудь там свечка стоила 5 евро. Да это же сумасшедшие деньги. Никогда в жизни даже за такие свечки мы столько не платили. Сейчас все акционные продукты или подходящие к истечению своему сроку годности, они если продаются со скидкой, их сметают просто. Их просто нереально сметают. Это до чего надо было так запустить все это, чтобы люди покупали такое? Я помню раньше, процветающая Латвия, процветающая Европа, как все туда хотели. Да и сейчас многие еще хотят, не понимая, что реально происходит. Ведь то, что мы несем, конкретно в моем лице, допустим, то, что я несу, мне нельзя верить. Я же сбежал оттуда и сейчас якобы переобулся. Я никогда не переобувался. Я просто за здравый смысл, за логику и за правду. Я это все наблюдал там. Я понимал, что это не к хорошему все ведет. Я всегда также говорил, что те беженцы, которые бежали с Украины в Европу, это халявщики. Думая, что они сейчас убегут в Европу, где все на халяву им дадут, поддержат, выплаты какие-то сделают, нет, такого не будет. В Европе еще больше работают, чем в наших бывших странах Советского Союза. Сюда, кто бежал на эту сторону, они прекрасно понимают, что нужно, чтобы что-то достичь и что-то сделать и дать стране. Работать нужно. Никто не говорит, что здесь какая-то рабская работа. Нет. Здесь нормальный рабочий график. Здесь люди живут. В сравнении, скажем, с европейскими зарплатами, да, немного зарабатывают, но больше могут себе позволить. Я об этом много раз говорил. Я в плане еды, своего комфорта, крыши над головой. Да, может быть, здесь не каждый второй ездит на Мерседесах, на БМВ, но какая разница, если есть та же самая Лада там или другой автомобиль. Здесь очень много китайских автомобилей. Они такие же. Они такие же, как и по европейскому качеству автомобили. Такие же комфортные. Но, знаете, с возрастом приходит такое понимание, когда ты понимаешь, что тебе нужен инструмент, которым ты можешь пользоваться так же, как более дорогим, но выполняющим точно такую же функцию. Для меня лично, допустим, автомобиль – это средство передвижения из точки А в точку Б. Нет, это самое главное. Самая главная семья. Семья, дети. Помните, чтобы у детей было образование, бесплатное образование, чтобы медицина была бесплатная. И она тут есть. В Европе этого нет. В Европе попробуйте записаться к врачу. Мало того, что врачей нет, так у вас запись будет где-то через 2-3 месяца. В школу не факт, что вы попадете в ближайшую какую-то. Я уже в начале ролика рассказывал, какая ситуация. Если вы живете за городом, вы должны продумать логистику, как ребенок будет попадать в эту самую школу. Про детские сады вообще молчу. Не факт, что ваш ребенок попадет в детский сад до школьного возраста. Может быть, ваша очередь вообще подойдет, когда ребенок будет уже во 2-3 классе. Это нормально? Я думаю, нет. И вот такая ситуация сейчас конкретно в Латвии. Вот она вам цивилизованная Европа, богатая, со всеми своими прелестями. Что добилась Европа? Европа добилась того, что своих же граждан, в принципе, ведет по дороге самоуничтожения. Уже начинается та волна, когда люди начинают паниковать. У меня только из знакомых уже 2 пары хотят приехать сюда, в Беларусь. Кто-то на Россию смотрит, кто-то Беларусь. Знаете, вот до смешного доходят, меня ребята спрашивают все время, есть ли здесь алкоголики, бомжи. Я говорю, я лично никого из этих не вижу. Но если я встречаю какого-то даже пьяного мужика на улице, а у нас в Европе их намного больше, поверьте, у нас более пьющие люди там, то здесь он будет интеллигентный. Он извинится за то, что случайно, может быть, вас задел или еще что-то. Здесь люди намного добрее и лучше, даже алкоголики. Ну, если так в сравнении. Поэтому, конечно, я удивляюсь, как так может быть. Ну, я говорю по факту, то, что вижу сам. Спасибо, что посмотрели. Встречаемся на новой неделе, понедельник с вами. Я вам желаю хороших выходных. Живите ради своей семьи, отдыхайте. Выключите нафиг какие-либо телеграм-каналы. Проведите это время с семьей. Выберитесь на природу, которая у вас есть, кстати. Я уже много раз говорил, как в Европе эта природа построена за забором. Куда вы даже зайти ничего не можете. Поэтому наслаждайтесь каждым днем и берегите свою страну. Спасибо. Пока.